МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала Россия продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Информационный мост между Ульяновском и Белоруссией построен. О работе наших предприятий теперь будут вещать и республиканские журналисты. Новая река. По улицам опытного поля течет вода. Что говорят коммунальщики? А также с высокими технологиями на ты в политехе выбирают лучших молодых айтишников. И Центру детского творчества номер 655. Как сегодня живет кузница Творцов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в регионе создадут Центр развития и поддержки авиационного лизинга. Соглашение с компанией «Льюшин Финанс Ко» заключено на ВДНХ, где продолжается работа выставки в форму «Россия». В планах наладить в регионе восстановление летной годности отечественных самолетов с дальнейшей передачей в операционный лизинг, аренду или реализацию российским эксплуатантам. Часть производственных задач будет выполняться на площадке «Авиастар». Регион динамично развивается. Темпы роста промышленного производства уже 111% на сегодняшний день. Я думаю, к концу года, наверное, выйдем на 112. То есть, в принципе, мы достигли уровня конца 2021 года. И сейчас экономика будет только расти. Для нашей экономики проект с компанией «Льюшин» интересен с точки зрения загрузки региональных промышленных предприятий больше трех миллиардов рублей привлекут на расширение производства Димитровградского автоагрегатного завода. Осуществить планы поможет льготный заем от Федерального фонда развития промышленности. Переговоры с его директором также проведены в столице. Благодаря федеральной поддержке наладят выпуск подрамников, рычагов, передней и задней подвески для автоваза, а также для сборки перспективного отечественного электромобиля «Атом» и «Москвича». С точки зрения экономики для России Ульяновская область – это самолеты. Ульяновская область – это наш автогигант УАЗ, знаменитые внедорожники УАЗ. Это и УАЗ «Буханка», и очень универсальные машины. Это УАЗ «Хантер», это УАЗ «Патриот». Во многом эти и другие региональные проекты успешны благодаря поддержке Федерального фонда развития промышленности только в этом году. Профинансировано 13 проектов на 15 миллиардов рублей. Ульяновские достижения на телеканалах Белоруссии и вещать об успехах нашей области будут и другие СМИ республики, которые уже познакомились с потенциалом региона. Информационный мост выстраивается несколько лет, и сегодня делегация журналистов из союзного государства посетила ульяновские предприятия. Зачем и какие перспективы у такого сотрудничества, расскажет Маргарита Матюшинская. На протяжении 82 лет крутятся шестеренки, крепятся детали, создается легендарный УАЗ. За это время поменялись технологии к существующим и неизменным моделям машин, добавились современные, постребованные не только в России, но и за рубежом. Недорожник колесит по дорогам Казахстана, Азербайджана, странам Латинской Америки. Именно отсюда начинается рождение культовой машины не только региона, но и страны. За одну смену изготавливаются около 180 автомобилей. На заводе трудятся тысячи сотрудников. С потенциалом завода знакома одна из самых дружественных для России стран Беларусь. Только за этот год УАЗ посетила 4 делегации. Делились опытом, передавали знания свои, налаживая сотрудничество по линии кооперации. В настоящее время около 7 белорусских компаний поставляют продукцию на ульяновское предприятие. Сейчас рассматриваются перспективные направления. Уже номинированы порядка 5 предприятий в качестве потенциальных поставщиков. Это такие известные предприятия, например, как Белшина, Объединение Горизонт и многие другие. Параллельно с мостом промышленным строится информационный. Белорусские журналисты несколько лет вещают о перспективах страны. В свете последних событий такое сотрудничество стало особенно актуальным и нужным для двух сторон. Поэтому очередными гостями региона стали репортеры. Специалисты завода рассказывали, что вот в этом УАЗе есть белорусский компонент. Здесь вот Белшина, здесь ваши барановические промышленники делали, Брестские. То есть, получается, ваши машины для нас родные. И мы где-то там участвуем, помогаем вам. В ответ помощь взаимная, касающаяся не только промышленности, строительства и информ, коммуникаций. Медицина – еще одна область взаимодействия. В качестве примера – Федеральный клинический центр радиологии и онкологии в Димитровграде. В делегации белорусская, когда журналистов здесь вот находится, в эти дни там лечится и белорусский пациент, с которым нам тоже удалось пообщаться. На самом деле, это очень замечательная возможность. Лечение очень дорогостоящее. Благодаря проекту союзного государства наши люди могут также получать самые передовые технологии фартонной терапии. То есть, это такие уникальные вещи. Один из примеров сотрудничества. Если у кого-то еще остается вопрос, для чего. Объединившись, противостоять стороннему давлению проще. Существующие соглашения в различных сферах – это первые шаги к масштабным совместным проектам и продолжающейся крепкой дружбе. Маргарита Матюшинская, Дамир Кубеев, Вести, Ульяновск. Добровольцы из Ульяновска заняли опорный пункт ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны, разместив на сайте соответствующее видео. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения группировки «Войск-Центр» сначала отбили атаку и ВСУ, а затем в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника. Выполняя эту задачу, передавая группа бойцов добровольческого батальона на бронеавтомобиле, совершила марш в освобожденный район, заняла позиции, подготовив рубеж обороны. Разведку с воздуха обеспечивают малогабаритные беспилотные летательные аппараты, добавляют в военном ведомстве. Уточняется, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновской области. К другим темам. В четырехэтажке на Амурской случился пожар. Сегодня ранним утром загорелась квартира на последнем этаже жилого дома. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место АЧП уже через 4 минуты. Спасены 4 человека, еще троих эвакуировали. Через 17 минут возгорание полностью ликвидировали. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Частный сектор на окраине Ульяновска превратился в подобие Венеции. По улицам микрорайона Опытное поле в железнодорожном районе уже почти месяц течет вода. Обитатели соседних домов обращались, по их словам, во все инстанции. Но наша съемочная бригада приехала на место быстрее аварийной. Наверное, немногие жители Ульяновска знают, где расположена улица Новосибирская. Однако в конце осени 2023-го ее впору переименовывают в канал или вообще в приток Свияги. Трубу прорвало, и живительная влага устремилась вниз по направлению к водной артерии на границе железнодорожного и Засвияжского районов. Позавчера прорвало вот сильно. Вчера позавчера звоню и в наш водоканал. Заявка принята, говорят. В прошлый год тоже сочилась вода в течение трех месяцев. Приедут, посмотрят. Мы не знаем, где течет, мы не знаем, где копать. По словам местных жителей, трубу прорвало еще в начале ноября. В конце месяца течение усилилось. А вот напор воды в соседних домах, наоборот, упал. Тех, кто там проживает, такая ситуация абсолютно не устраивает. Там труба, там поставлена резиновая прокладка. Она, видимо, под напором опять лопнула. И у нас этот фонтан уже с 4-го числа. Эти трубы гудят, потому что напор маленький. Если выйдет из строя газовая колонка, то я буду подавать в суд. В Ульяновск водоканале заверяют, что о проблеме знают. И готовы аварию ликвидировать, как только будет возможность доставить туда необходимую технику. По словам коммунальщиков, она задействована на других объектах. Данную утечку по адресу Новосибирская, Ангарская. Приступим к ликвидации. Будет разведено отключение всего лишь одного квартирного жилого дома. Диаметр трубы 150 сталь. Ну а жителям Новосибирской, Ангарской и других улиц этого частного сектора остается ждать. Несмотря на то, что поселок носит название «Опытное поле», проживающим здесь ульяновцам не хочется быть подопытными кроликами. Игорь Кранцов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Волга-Айти в политехе стартовал финальный этап международной цифровой олимпиады. Заочная стадия началась еще летом и собрала рекордное количество участников. При этом задания, которые предлагались юным айтишникам, были максимально приближены к задачам, с которыми специалисты справляются в работе. К составлению заданий привлекли действующих сотрудников отрасли. Все задачи, которые будут сегодня решаться, они непосредственно в нашей экономике. Их разрабатывают наши айти-компании. Это и кибербезопасность, это и задачи по искусственному интеллекту, это и задачи по веб-дизайну и по ряду других серьезных направлений. Мы в два раза увеличили нашу аудиторию. У нас 6,5 тысяч участников, у нас почти все регионы страны, у нас 20 стран зарубежья. Это успех. Задания максимально приближены к реальности. Среди стран, представители которых участвовали в цифровой олимпиаде, не только государство ближнего зарубежья, но и Вьетнам, США, Япония. 93 человека дошли до финала и получили приглашение в Ульяновск. Имена победителей назовут после выполнения наиболее сложных и интересных заданий. Нам предложили поучаствовать в этом конкурсе. И мне он показался очень интересным. С учетом того, что я никогда в жизни дальше Томска никуда не ездила. Я попробовала свои силы, сделала макет и оказалось, что я заняла шестую позицию из 300 человек. Про конкурс мне рассказал товарищ, когда мы поехали на другой конкурс. Это забавная достаточно ситуация. Конкурс определенно того стоит. Это для меня шанс получить какой-то реальный опыт решения задач. Ульяновская область уделяет внимание подготовке кадров для отрасли высоких технологий. Это одно из направлений федерального проекта кадры для цифровой экономики. Отличившимся на олимпиаде могут предложить работу в региональных компаниях. Не просто учреждение дополнительного образования, а второй дом Центр детского творчества номер 6 отмечает 55-летие. Созданный как дом пионеров железнодорожного района, Центр творчества стал своеобразным местом притяжения школьников с проспекта Гая, Хрустальный, Варейкиса и других соседних улиц. А в настоящее время там занимаются около 3000 юных ульяновцев. На занятиях скучно не бывает, а необычный подход – своеобразная, если хотите, фишка педагогов. Эти кадры, например, сняты в театральной студии Центра детского творчества номер 6. Мы стараемся раскрыть таланты наших детей и заставить их поверить в себя, говорят педагоги. А подрастающее поколение отвечает своими успехами и эмоциями. Я очень хотела стать актрисой и прям вот думала, вот я вырасту, буду актрисой. Я пыталась даже честно уйти, но меня не могла. У меня здесь прям душа. Театр – это же искусство. То есть нет такого в кино. А тут и эмоции, и слезы даже настоящие, не наигранные. Будущим актерам помогают с эмоциями, а юных художников поддерживают в творческом поиске и поощряют необычный подход. Например, к выбору цвета. Позитив и помощь – это некие негласные подходы к работе в ЦДТ номер 6. Здесь уже 55 лет уверены. Неталантливых детей не бывает. Есть тех, кто пока не нашел себя. Нас отличает именно сплоченная, дружная, творческая команда. Одной из особенностей тоже является то, что наши бывшие выпускники ныне являются работниками Центра творчества. Это вокально-инструментальный ансамбль Третьяков Александр Александрович. Он у нас воспитывался, он ведет у нас это объединение. Если в ИЗО-студии тихо, то на занятиях у того самого Александра Александровича всегда шумно. Да по-другому на репетициях вокально-инструментального ансамбля и быть не может. Но барабанщика Тимура это точно не смущает. Он только рад добавить ритма. Место за ударной установкой – та самая история про мечту и талант, которых немало в этих стенах. Уже шестой год занимаюсь. Я очень с детства хотел ходить на барабаны, но записался только на гитару. То есть я на гитаре занимаюсь и на барабанах. На барабанах шесть лет, на гитаре более восьми лет. Вот. Просто с детства увлеклось барабанами. В честь красивой даты с момента основания шестой центр детского творчества будет принимать поздравления как от руководителей разного уровня, так и от бывших воспитанников. 55 – всего лишь цифра. Это учебное заведение по-прежнему юное и задорное. Как и те дети, которые приходят сюда. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Ожидается ночью облачная погода. Снег местами сильный. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Утром по востоку области небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 2,7. В Ульяновске минус 4,6. Завтра днем по области минус 1, минус 6. В Ульяновске минус 2, минус 4. На дорогах гололедица ночью местами снежные заносы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин